Павел Николаевич, информация, объявление о том, что состоится мероприятие, называется «Про ЖКХ». Вы проводите, то есть всех приглашаете или что? Нет, нет, нет. Тут вообще, во-первых, этого мероприятия не будет, потому что они просто не знают, что у нас там в Дворце культуры запланированы профилактические работы, и они просто об этом не знают. Когда к нам обратились управление культуры, мы им сказали, что это мероприятие не является культурно-массовым мероприятием, это совершенно какая-то общественная организация. У городского округа, у Ленинского городского округа, есть достаточно помещений для проведения этих мероприятий. Они же проводили, например, отчет главы, исполнение бюджета в школе, это возможно. Мы им говорим, слушайте, а у вас есть еще одно помещение, вот библиотека, например, вы это можете там проводить, тем более, что все это как будто бы с старшими по домам. Ну, у нас тут 25 домов, ну, я не знаю, сколько придет народу, тем более, это практически рабочее время. И поэтому это как раз за-за-за, вот это вот, они там всю активность проявляют. Ну, это больше, мне кажется, такая, как бы, провокационная вещь. Они прекрасно знают, что у нас есть договор, что уже первое мероприятие, которое они там проводили, якобы встреча с депутатом Баюклином превратилась в какую-то там абсолютно непонятную историю. Причем наших жителей туда не пустили, работников совхоза не пустили, какие-то люди в масках. И, естественно, охрана попыталась их вывести, включила сигнализацию, и граждане быстро удалились. Вместе с камерами, там же было только федеральных каналов опять, ясно, что это провокация. И здесь то же самое, попытка провоцировать нас. Наверное, скажут, что вы против того, чтобы просвещать людей. Нет, пожалуйста, не вопрос. В школу, в библиотеку, есть еще одно помещение их, вот это вот, где ринг стоит, часть помещений нашего фитнеса, они же принадлежат поселению, но поставят там стулья. И пускай проводят, никто же им не мешает. Мы же, со своей стороны, Дворец культуры не собираемся, у нас там прямо в договоре написано только для культурных мероприятий. Или по согласованию с совхозом Ленина они имеют право для каких-то других мероприятий, но спортивных, как правило. Поэтому никаких этих мероприятий не будет, тем более, что это общественная организация, которая там пишется везде, она к нам не обращалась. И у нас был принцип, когда разные организации к нам приходят, мы узнаем, для чего это делается, как. Кстати, наша управляющая компания о вот этом мероприятии, про ЖКХ, не знает ничего. Ну, по крайней мере, до пяти часов вечера сегодняшнего дня, они не знали ничего. От меня они узнали, что, оказывается, будет какое-то мероприятие проводить. Ну, в целом, если такое мероприятие понадобится, просветить с характера, может, пророче, компания. Нет, пускай они, да. То есть, вот эта вот общественная организация обратится к нам, и мы рассмотрим этот вопрос. Тем более, что, ну, никак культура и спорт никакого отношения к ЖКХ не имеют. Они же, говорю, они же проводили мероприятия свои, проводят их, в том числе с участием Рота Агро, я смотрю, в школе. Ну, пускай проводят. А вот это вот интересная история, да. А вот проводится родительское собрание в школе. Вдруг, значит, встают некие люди и раздавать начинают какие-то там, вроде, карты в детский мир. И, ну, родители пишут, что они недоуменны, какое отношение имеет эта Рота Агро к вот этим мероприятиям, связанным с началом учебного года. Вам, Павел Николаевич, как это вообще кажется? Это какие-то преднамеренные действия, там, подкуп, что это такое вообще? Дмитрий Ильич, есть официальная часть, есть неофициальная. Вот неофициально мы знаем, что директор школы, это жена одного из рейдеров, который представляет интересы, ну, раньше представлял интересы так называемых минолитарных акционеров, потом моей супруги. И, кстати, у него есть доверенность от моей бывшей супруги. И он очень хорошо знаком с моим старшим сыном. Это все звенья одной цепи. Вот. И поэтому его работодатели, Рота Агро, теперь спокойно заходит в школу и имеет там полную преференцию. Другое дело, что, например, жители же не знают, что когда нужно отремонтировать стадион или что-то сделать в школе, то обращаются, как правило, в совхоз Ленина. Мы это делаем. Но делаем это, ну, негласно. Добрые дела нужно делать без пиара. А есть другая история. Рота Агро, которая сейчас пытается завевать какие-то очки себе между жителями, начинает, то они в паломнические поездки пытаются наших ветеранов отвезти. Хотя, на самом деле, насколько я знаю, сейчас церковь запретила паломнические поездки из-за ковид. То они раздают чего-то. Ну, я всегда задаю вопрос, слушайте, а вот когда они захватывали колхоз Горького Ленина, они, наверное, тоже там что-то обещали, рассказывали, помогали. А потом, когда они захватили, сейчас спросите пенсионеров колхоза Горького Ленина, ну, этих населенных пунктов, что Рота Агро сейчас делает для них. И вы услышите, что ничего вообще не делает. И вот эти вот добрые дела, в тот момент, когда хочется завевать доверие, а потом бросить этих пенсионеров, людей, школу. Ну, знаете так, если вы зайдете в школу, вы обнаружите, что все, что там есть, это сделал совхоз имени Ленина. И плитка, и полы, и шкафы, и оборудование, и встроенная мебель, и даже посудомоечная машина, которая была куплена в этом году, это все сделал совхоз имени Ленина. А вот эти ребята, ну, появятся и пропадут. Мы это точно знаем, как это случилось вот в других хозяйствах. Можно съездить туда, где они сейчас командуют, и спросить, а что они делают для школы соседней, что они делают для людей. Спасибо.